Всем привет! Сегодня у нас будет видео про ремонт двигателя. Это Toyota RAV4 2003 года выпуска. Двигатель 1AZ-FE. Машина на автомате, пробег 290 тысяч. Клиент пишет, что эксплуатировал каждый день, летом ездил на юг, все было нормально, но случилась неприятность. Машина стояла около месяца, потом запустил и поехал. Загорелась контрольная лампа давления масла, заглушил, постоял, завел, лампа потухла, поехал дальше. На следующий день уже мотор начал стучать и лампа давления масла горела постоянно. Мотор внутри, со слов клиента, очень грязный. Покупал с пробегом 140 тысяч. Мотор был залачен. Отмыть его не получилось. В итоге, с его слов, каждые 7 тысяч пробега он менял масло. По поводу вязкости и типа применяемого масла я еще уточню. Но, в принципе, это сути, наверное, не будет иметь, конечно, потому что мотор уже был грязный. То есть уже применялось какое-то не очень хорошее масло, либо пробег здесь космический. Короче говоря, замены масла раз 7 тысяч, он дотянул до 300 тысяч. Неплохо. Хороший пробег. Спрашивает, есть ли смысл установить копченый двигатель? Ну, в общем-то, смысл всегда есть. Но сначала мы разбираем, делаем дефектовку, считаем смету на ремонт, согласуем владельцам. Если его смета устраивает, делаем. Не устраивает, ну, тогда ищите там другую машину, покупайте новую Toyota за 2,5 миллиона. Либо контрактный двигатель, а лучше сразу их десяток, чтобы перебрать и найти из них, какой получше. Один АЗФЕ мы делали. Мотор несложный. Цепной привод ГРМ, алюминиевый блок. Есть уже ремонтные поршни, то есть залитые чугунные гильзы. Растачивается, гильзуется. Переделывали мы поршневую на усиленные кольца. Мотор присылался из Москвы не так давно. Тоже один АЗФЕ. Там у него продавило прокладку. Из-за того, что газ не настроен был. Тоже пробег был, по-моему, за 300 или около того. Не помню. Видео на канале должно уже быть. С переделкой на усиленные кольца мы тот мотор отремонтировали. Клиент ездит, доволен. Масло не ест. Теперь вот посмотрим, что сможем сделать с этим движком. Приступим к его осмотру, а далее к дефектовке. Я уже говорил в том видео, чем-то он напоминает ФЦ-шку корейскую. В общем, примерно они все похожи. Здесь у него под прокладкой что-то потело, сопливило масло. Была у этих моторов проблема с головочными болтами. Резьбы вытягивала из блока. В общем, мотор такой. Пережил много переделок заводских. Несколько генераций, различные виды поршневой, прокладок. То есть, выпускается очень долго. Долгожитель. И постоянно модернизировался. Довольно долго владелец его вытаскивал из подкапотного пространства. Машина находится сейчас в городе Сыктывкар. Проводка на датчик положения коленвала. Ее вырвали из разъема. Может быть, это произошло при транспортировке двигателя. Может быть, при демонтаже. Неизвестно. Разъем висит. Провод из него вырван. Посмотрим. Все, кстати, задубело. Провод вообще вот каменный. Водяная помпа. Ролик хороший. Менялся, видимо, недавно. Сняли крышку хлопанную. Ну, допустим, видали и похуже состояние. Мотор, конечно, походил хорошо. Жаловаться тут не стоит. Пробег отличный. Низкое качество масла. Редкие интервалы замены. И все равно он выдержал 300 тысяч. Отличный мотор. Я так считаю. Цепь втулочно-роликовая. Хорошая. Выработка на звездах приличная. Разберем фазовращатель. Когда снимем, заглянем внутрь. Сняли переднюю плиту. Кто-то здесь уже лазил, что-то чистил. Есть следы от металлической щетки, которые шкрябали вот эту плиту. Видите, следы? Что-то здесь делалось. Герметик явно похож на рейнс. Пробег тут конячий. След на головке и блоке от башмака. Натяжитель вылез наполовину. То есть цепь еще и не полностью растянута, еще и могла ходить. Фактически цепь здесь вечная. Реперный диск под датчик положения коленвала, который я показывал и который поврежден. Цепь на масляный насос. Это версия двухлитровый мотор. То есть видите, конструктив простой. На 2,4 версии здесь еще стоят балансиры. Ну и собственно говоря, вот что случилось. Нарушение кристаллической решетки вкладышей. И здесь все вот такой стружки. Стружка, стружка в отличие от корейцев. Где стружка золотая, здесь стружка почему-то серебряная. Даже цвета нет. Вот так вот. Все вот в таких опилках. Страшно представить, что здесь коленвалом с масляным насосом и распредвалами. Не знаю. Насос-то какой красивый. Два таких вот следа. Вот корт-щетки, видимо. Сейчас покажу круглым планом. Наверное, от той самой щетки металлической следы остались. Все изношено. Насос мертвый. Выработка на звездочках громадная. Интересно, сколько у него реального пробега. Эх, нарушаем интригу процесса. Зазоры-то хорошие для 300-тысячного мотора. Как у аптеки. Сняли крышки распредвалов. Относительно неплохо, я бы сказал. Но в впускном распредвалу стоит вкладыш верхней крышки. Чугунные распредвалы. Шейки хорошо сопротивляются износу. В отличие от пустотелой трубы, которая давно бы здесь уже была задрана. Отличные валики. Ну, не отличные, а нормальные, хорошие. Тоже вкладыш здесь есть. 300-тысячные чугунные валы. Кулачки все нормальные, хорошие. Следов выкрашивания металла нет. Есть сарапинки мелкие. Разобрали фазовращатель Тойоты. В крестовине находится вот такой клапан спружинный. Он себе наел изрядное место. Здесь уже довольно глубокий износ. Но в целом сам фазовращатель сделан из металла. Это не алюминиевый корпус, стальной. И достаточно хорошо противостоит износу. Такие фазики можно встретить на фордах, на мазде. И ходят они там очень и очень долго. Здесь, конечно же, все внутри в грязи, в стружке. Стенки изношены, выработка есть. Но она не такая большая, как на фазиках, например, с алюминиевыми корпусами. Тем не менее, здесь по совокупности пробега и износа я порекомендую фазик поменять. Если, конечно, клиент вообще дойдет до того, чтобы ремонтировать этот мотор. Так, знаменитая проблема Тойоты. Вытягивающиеся болты с резьбой из блока. Мы еще ничего не успели открутить. То есть начали только очищать шляпки болтов от шлака. И болт шатается в центре. Но не откручивается рукой. Сняли головку. Один болт открутился легко. Но следов прогара нет. То есть здесь относительно еще прокладка пока что держалась. Как видите, все целое. Никаких почернений, прорывов газов нет. Рубашка блока открытая. Блок алюминиевый. Залитые чугунные гильзы. Но цилиндры уже лысоваты. Сейчас мы смотрим на сторону выхлопа. То есть выхлоп здесь находится в передней части. То есть напротив меня вот как раз видим, да? Жуткие вертикальные пятна по соседним цилиндрам. Крути. То же самое. Остатки хона присутствуют. Вот здесь. Где стенка не соседствует с цилиндром, все нормально. Как там пишут Паша Тайка. И вот он стук. Загадочный для владельца. Для нас не загадочный. Первый шатун. Ближе всех к масляному насосу. Быстрее всех сдался. Остальные шатуны на вид здорового желтого цвета. Кроме вот этого. Немножко побледнел. Сейчас разберем, посмотрим. Что с коленвалом. Подача масла здесь через шатуны. Как таковых форсунок нет. Но есть писелки в шатунах. Для этого в принципе Тойоте хватает. Для того, чтобы пройти свои 300 тысяч. Видно, что лил раскоксовки. Цвет вот лоскутами такой. Более светлый на блоке. Демонтирован коленвал. Первый шатун разбит. Вкладыш провернуло. Шатун посинел. Здесь все забито грязью. Вот видите, покрытие вывалилось. Приватилось в эту стружку, которую мы видели в поддоне. Второй шатун. Вкладыш также разбит. Болтается. Здесь тоже ничего хорошего. Вкладыш болтается. Четвертый шатун. Ситуация получше. Чем дальше от насоса, тем лучше. Как ни странно. Рассухарил головку. Демонтировал колпачки массосъемные. Седла. Да вообще все шикарно. Хорошие металлы. Материалы. Обработка. На тарелках выпускных клапанов практически нет язв на фасках. Да, резинотехнические изделия устали. Массосъемные колпачки полностью окаменели. На столе разложен коленвал. Шатун и поршневая группа. Громадные ведерные поршни. Посмотрите, какого размера. Просто гигантский, если сравнивать с тем, что сейчас делается. Шейка провернутая. Но, тем не менее, трещин пока не наблюдается. Так что я думаю, что мы его перешлифуем в ремонтный размер. Кольца массосъемные легли. Закоксованы. Они тонкие. Ну и вот. Подача масла через шатун идет сверление. Стенка чистенькая. Здесь немножко есть задирчики. Небольшие мелочи совершенно. Вытянутая какая юбка у них. Большущая. Смотрите. Ну и давайте сравним традиционно с современным мотором. Возьмем G4 на корейский. Острие, так сказать. Спортаж 4. Что они сейчас делают. Вот. Вот, пожалуйста. Поршень. Осталось уже вообще юбку отрезать и давать гарантию. Ну, я не знаю, там неделю что ли. Сразу купил и за новым автомобилем. Ну, что это такое? Что это такое? Здесь даже, смотрите, насколько палец отодвинут от днища поршня. Какая здесь ширина. И современная. Вот это вот фуфло. О. О. G4 на. Оба двухлитровые. И этот, и тот. И тойотовский, и корейский моторы. Вот до чего дошел прогресс. Палец, кстати, плавающий. То есть на стопорах. Вот этот шатун у нас сгоревший. Здесь провернулись вкладыши. Остальные вкладыши были подразбитые. Обязательно проверяем нижнюю головку шатуна нутромером. Я уже их все посмотрел. Проверяем в нескольких плоскостях. Так. Вот. Выставил на ноль. Отклонение где-то. Ну, в пределах соточки, полутора. Ничего страшного нет ближе к замкам. В замках не меряем. И вот этот горелый шатун. Просто для сравнения покажу. Что он из себя представляет. Как видите, где-то минус четыре сотки. Его разбило. Точнее, вру. Плюс четыре сотки. То есть отверстие стало яйцом. Расширилось. Поэтому его нужно поменять. Новый шатун. Для понимания цен. Под заказ с Эмиратов. Стоит порядка 18-20 тысяч рублей. Может быть, у кого-то дороже, у кого-то дешевле. Не суть важна. БУшных шатунов достаточно много продается. Поэтому проще купить один шатун на разборе. На разборе мы купили БУшный шатун с Avensis 1AZ, 2AZ. Шатуны одинаковые. Но есть отличия по массе. Также есть несколько групп. Сразу забегая вперед, скажу, что новый шатун стоит порядка 15-18 тысяч рублей. Для владельцев данных машин это неподъемно дорого. Но на разборах очень много деталей. Берем шатун. И по массе выводим все три оставшиеся шатуна к одному. У нас купленный шатун получился на 10 граммов легче других из комплекта. Поэтому три шатуна подровняли по массе. Переделаны поршни на усиленные поршневые кольца. И компрессионные, и массосъемные кольца. Блок расточен в ремонтный размер. Здесь мы обошлись без гильзовки. В предыдущем видео как-то был задан вопрос. Если проблем с расходом масла нет, зачем вы их поставили? Ну, в общем-то, наверное, ответ такой, что было это надежнее. Это лучший вариант. Он, в принципе, проверенный. Почему бы и нет? Нам не составляет труда это сделать. Стоит это не очень дорого. В рамках общего ремонта. Поэтому я в данном случае по умолчанию использую эти кольца. Они совершенно замечательные. Так, что касаемо коленвала. Чудесная Toyota. Выжил коленвал. Шлифован 0,25 по кругу. Видите, никаких трещин нет. Никаких дефектов. Все замечательно. То есть коленвал выжил. Вот такие чудеса. Здесь сделано напыление шейки под сальник. То есть канавка удалена. Диаметр восстановлен в номинал. И можно не переживать, что задний сальник потечет. Теперь перехожу к сборке блока. В алюминиевом блоке залита тонкостенная чугунная гильза. Мы расточили ее 0,5. 0,25 мм на сторону. Это проверенный вариант. Уже сотни моторов так ходят. И этот вариант лучше, чем гильзовка. Гильза здесь с большой жесткости блоку не добавит, к сожалению. Если только не делать мокрую гильзовку. Что тоже, в принципе, влечет определенные риски. Но не будем сейчас об этом. Водяная рубашка довольно крупная. Больше, чем у корейцев. Центральная часть блока тоже довольно крупная. То есть металл здесь не экономили. Металл здесь явно лучшего качества. Ну а ставим химанализы для тех, у кого на это есть время. Детали тщательно отмываем. Масленный насос поставил новый. Это заменитель. ГРМ у нас тоже будет заменитель. Ничего в этом страшного нет. Зато в комплект входит все. Все звездочки, фазовращатель, все цепи, башмаки. Полностью комплект обновляем. У японцев даже цепь на масленный насос и то роликово-втулочное. Башмак. Все звездочки. Цепь новая. Блок готов. Приступаю к сборке головы. Новые колпачки, клапаны очищены. Головка готова. Вот чем славится Toyota. Громадные пробеги. И этот болт, это уже естественно новый болт. Старый болт мы выкрутили, он был слабенький. Мы посмотрели, что он удлинился и решили, что проблема в болту. Но на самом деле там не только болт вытянул, но еще и резьбу из блока. Все затягиваются, кроме центрального отверстия. Вот что произошло. То есть усилие в момент он не держит. И оставлять так нельзя. Я специально его вырвал. То есть я затянул еще сильнее. Но момент затяжки не дошел до необходимого. И вот просто мы его достали. Вот с остатками резьбы алюминиевого блока. Это корейский болт G4KD. Все одинаково. То есть корейцы просто без стеснения все скопировали. Мы будем использовать футурку ремонтную, которую применяем на корейских блоках. KD-KE. Вариант проверенный. Восстановим резьбу футуркой и соберем двигатель. Ну вот что подняли головку. Подготовили больного к операции. Чем-то напоминает очко Тойоты. Вот сейчас будем в это очко вставлять футурку. Ждем метчики и сверла. Вот так выглядит футурка. Это не просто алюминий. Специальный сплав авиационный. Закаленный, очень твердый. С добавкой титана. Проверенный вариант. Держит прекрасно. Футурка установлена. Головка затянута. Все 10 болтов теперь держат требуемый момент затяжки. Продолжаю сборку. Передняя плита. Выставлены метки. Нужно закрывать переднюю плиту. Добрый день. Сегодня 15 января. Время около 10 часов вечера. Видео записываю до Артема. SkyPower. Привезли двигатель. Город Сыктывкар. Собранный. Поставили. Двигатель установили. Залили масло. Покажу, сколько масла сейчас залито. Так, чуть больше половины масла залито. Фильтр установлен. Будет произведен первый запуск данного мотора. Охлаждающая тоже залито. Залил масло в коробку автомат. Не знаю, много-мало. Так, ну что, пробуем. Положение паркинг. Все потухло. Смотрим на масленку. Надо уже от ВЫК ездить на этом автомобиле. Двигатель запустился. Работает тихо. И не стучит, не глянит. Пробуем, прогреваем, ждем.